Мне нравится литовцам, когда белорусы говорят, что в Великое княжество было не только литовское, не только литовские, и вот все эти разговоры. Но они уже давно, почти 100 лет, начало 20 века, может быть, дискуссии про Вильнюс, он там белорусский, польский, литовский, еврейский или еще там какое-то. И, ну, всегда вот, ну, я думаю, это натурально, кто бы пришел и говорил, что от Минска не от белорусский, а, скажем, русский, да, или там литовский. Ну, вот в начале 20 века Минска назывался Минска, Минск-Литовский, да, например, ну, в картах, может, и найти. Нравилось это белорусам? Я не знаю. Ну, вот так, если иронично, конечно, говорить, то можно так, но, конечно, есть и поглубшие проблемы. Но сколько у вас тут времени есть, всю книгу про это написал. Ну, времени достаточно, времени достаточно, и, конечно, это интересно. Вот проблема поглубже, вы имеете в виду проблему взаимоотношений литовцев и белорусов, или это касается именно литовцев и их каких-то фобий, комплексов? Ну, это все, все в одном месте, все в одном месте. То есть это очень долгая история, ну, я не знаю, у нас эти вот отношения с белорусами, с русскими, с поляками, с евреями, да, очень такие были, ну, непростые, да, в течение истории, особенно в 20 веке, как и, ну, и других тут наций в Восточной и Средней Европе, да. Вот, и, ну, если мы с поляками, так очень жестко уже, международная периода, и, особенно международная периода, конечно, там поступали, уже были отношения, расторгнуты все такое, ну, в конце 20 века уже как-то решили эти проблемы. В начале 21 века, вот, время президентуры Адамкуса, так вообще уже были стратегичными партнерами с поляками. Так вот, ну, это длилось очень много десятилетий в 20 веке, пока мы там решили все эти спорные вещи с поляками, и то еще не до конца. А с белорусами же было, ну, очень-очень так специфично, потому что в международном периоде, когда литовцы создавали вот свою историческую наррацию, да, свое видение о прошлом, про Великом княжестве литовском, когда вот забрали погоню и все эти вот другие вещи, тогда же белорусского государства не было, да, такой страны, как Беларусь, не было. И поэтому, ну, литовцы так довольно спокойно про это Великое княжество говорили, писали и им создали, ну, такую, ну, можно сказать, металлогию. Ну, как каждая нация в Европе, она создает такую металлогию о прошлом, да. Вот, и тогда вдруг эти белорусы появились, ну, вообще из ниоткуда, да, на конце 20 века, в начале 90-х, уже во второй половине 80-х, да, они вдруг, вдруг там, вот, начали писать, начали там гореть, с погони начали бегать, и, ну, конечно, это литовцев очень-очень удивило, ну, кого тут не удивит, ну, такие, такие вещи, что вдруг меняется прошлое, надо там переписывать, все такое. А литовцы, кстати, они очень-таки чувствительные к прошлому, да, потому что это очень важная составная нашей идентичности. И если менять прошлое, тогда, ну, уже тут такие глубокие, ментальные такие начинаются перемены, да. Ну, вот надо что-то делать с понятием идентичности, что кто такой литовец, да. Литовец тот, который вот сходит с погони, тут, которая столица Вильнюс, и у которой имеет великое княжество Литовска. А тут вдруг, вот, белорусы, белорусы говорят, ну, вот как-то вот по-другому было. Вот, это, конечно... Ну, посмотрите, я прошу прощения, ну, хорошо, говорят, было по-другому. То есть, в чем проблема признать общую историю? Зачем постоянно, извините за выражение, вот этот срач нужен исторический? Ну, вот, есть территории, вот, есть Литва, есть Беларусь, есть Вильнюс, столица Литвы, есть Минск, столица Беларусь. Ну, общая история Великого княжества Литовского. Было так-то, так-то и так-то. Что, то есть, как можно претендовать на что-то в прошлом? Я вот этого не понимаю. В чем проблема признать эту общую историю? Да, то, что вы не понимаете, очень-очень это рационально. Я вот тоже никак не понимаю, как, например, можно у литовцев отнять Великое княжество Литовское, да? Вот даже те, которые люди литовцы мне так говорят, я тогда их прошу, вот, отнимите у меня видов-то великого, например, да? Вот берите, отнимите, вот у меня... Ну, белорусы говорят, это Витов, да? Это наш Витов. Да, да, но я говорю, что в ваших словах есть рации в том, что отнять прошлого невозможно. Невозможно, да. Или поделить прошлого невозможно. Это рационально. Но это, вот, мы так можем тут вот говорить, вот, через интернет, один в Варшаве, другой в Коунасе, но для других людей, или для большинства это непонятно, да? Они думают, что прошлое можно отнять, и когда ты отнимаешь прошлое, тогда уже будет плохо с будущим. То есть, логика тут такая, что если белорусы, значит, начнут претендовать на Великое княжество Литовское, то следующий шаг будет, они займут Вильнюс. Вот такая логика. То есть, сейчас все ждут, вот, пока белорусы не придут и не займут Вильнюс. Вот так вот. А как это вот? Потому что все опирается в Вильнюс. Рустец, да, это очень интересно. Я просто поясню свою мысль насчет Витовта или ВитАутоса. Если мне вы сейчас скажете, что ВитАутоса это наше все, я скажу, окей. Для меня ровным счетом ничего не поменяется. Ну, у меня есть свои убеждения, я знаю свою историю, да? Я знаю свои границы и знаю ваши границы в том числе. Вот. Ну, хорошо. А что значит займут Вильнюс? Это такой какой-то иррациональный страх? Ну, как, вот, если спросить такого человека, что значит белорусы займут Вильнюс? Военным путем вывесят там свой зеленый этот красный флаг. Что значит займут Вильнюс? Заставят всех говорить на белорусской мове там. Как это? Ну, во-первых, конечно, уже сейчас вот то, что литовцы очень боятся. Что очень так смотрят. Уже сейчас в Вильнюсе очень много русскоговорящих. То есть, понимаете, Вильнюс мало когда говорил вообще на литовском языке. Только на конце 20 века. Вообще через всю свою историю, можно так сказать. Особенно через последние вот 700 лет. А сейчас снова мы видим эту волну много русскоговорящих. И это, конечно, ну, не нравится литовцам. Потому что тоже для литовцев очень есть важный язык, да? Наша идентичность опирается на то, как мы видим прошлое и на языке. Вот два составные. И если вот кто-то хочет поменять твое прошлое, и кто-то еще вот на другом языке говорит, особенно вот на славянских, особенно на русском или на польском, вот, ну, тогда сразу, сразу вот с литовцем уже неуютно очень. Так это, да, некомфортно. Так это вот один момент с языком. Вот больше литовского языка Вильнюса, это уже один, один вот такой какой-то вот ступень, какого-то вот занятия. Ну, второе, конечно, займут армией, ну, силой займут. И, конечно, белорусы не одни придут, потому что одни белорусы, может, и не займут Вильнюса, это как бы литовцы понимают. Но белорусы это то же самое, что русские, да? Русские миры, да. Что россияне. То вот сейчас вот вы говорили, вот перед этим вот моим интервью, про то, что творится в нашей политике, как литовцы вот понимают белорусов, чем дальше, тем больше понимают, что белорусы и русские это то же самое. Так, значит, если белорусы скажут, что Великое княжество было ихнее, значит, Вильнюс есть тоже ихнее, а если есть, то белорусская, значит, это русская, значит, Путин придет, Вильнюс займет. Ну, просто, я думаю, это понять. Ну, на самом деле, при всей глупости этой логики, она все-таки имеет какое-то основание, потому что на сегодняшний день посмотреть, если со стороны на Беларусь, то да, это часть русского мира, абсолютная Россия, и с этим ничего нельзя сделать. Может, Светлана Тихановская ездить по миру, рассказывать сильным мира сего, кто такие белорусы, что мы, это не Россия, мы вот осуждаем войну и так далее. Ну, окей, хорошо, но по факту, ведь есть факты. И сегодня, по факту, часть... Да, ну, да, вот вы сказали про Светлану Тихановскую, но Светлана Тихановская тоже, ну, понимаете, да, она говорит, что белорусы это не русские, но она ходит с погоней, и она говорит про Великое княжество Литовское, она вот это белое-красно-белое, да, эти все вещи. Это тоже пугает литовцев? Ну, да, конечно. Ну, ты говоришь, в погоне же ходит, а погоня чья? Это же наша погоня. Понятно. Это забавно. То есть, получается, у белорусов тоже луз-луз, мы проиграем и так, и эдак, да? С Литвой у нас не получится диалог. Да, 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 без сомнения. Я никак, но я пробовал литовцам все время объяснять, что, ну, как бы, нам же даже хорошо, что у белорусов есть эта ориентация на Великое княжество Литовское, там погоня, все такое, потому что они становятся ближе к нам, то есть, они становятся нашими друзьями, дальше от России. Но эта логика не проходит как-то в литовском обществе, да, все-таки это принимается как угроза, да, больше, чем какая-то вот польза от этого, какой-то позитив. На самом деле мы в таком, в довольно плачевном положении сегодня, я имею в виду белорусов, потому что для России нас нет, для Путина нас нет, это известный факт. Литовцам мы в любом виде тоже не нравимся. Поляки, в общем-то, если взять историю и там Пилсудского, да, тоже не слишком жаловали Беларусь. И вообще были моменты, когда был запрет там на язык белорусский и так далее. А получается, что, ну, совсем плохо у нас. Как бы мы ждем, что наши дальше ушедшие в развитии цивилизации соседи, Литва, Польша, они все-таки каким-то образом поддержат стремление к независимости, настоящее, немнимое, настоящей независимости. А тут выясняется, что им даром не надо эта белорусская независимость. Как же нам быть? Ну, как бы с геополитической точки зрения, конечно, нужна и для поляков, и для литовцев белорусская буфер от России. Да, вот в этом смысле это, конечно, она нужна, она всегда так была нужна. Да, и тут особенно поляки, потому что много, ну, второе половине 20 века, 21 веке говорили, да, и поэтому они так поддерживали ваши все революции, все такое, поэтому литовцы поддерживали там белорусов. Но получилось так, что, ну, де-факто, как и сами говорите, Беларусь стала частью России, и все. Ну, зачем тогда вас поддерживать, и зачем, ну, влаживать тут какую-то энергию или что-то еще, потому что у вас уже нету, да? И вот вы уже, уже проигранная, да, вещь. Интересно, а литовцы так считают, как по вашим ощущениям, что мы уже все, или они разделяют Белоруссию, Белорусов и Лукашенко? Ну, конечно, есть разные люди, по-разному думают, и в Литве тоже, но я думаю, в общем, та генеральная тенденция, она вот именно негативная, что все тут проиграно, и она довольно уже давно. Ну, еще вот какой-то всплеск был такой, вот оптимизма, надежный в 20-м году, да, когда была революция, но, знаете, ну, когда вот литовцы видят, что вот эти вот митинги в августе до 20-го года, когда белорусы идут колонны, она останавливается у красного светофора, или там на скамейку лезут и снимают ботинки, и когда они говорят не на белорусском, а на русском, да, это же вся революция даже подчеркивает, что была именно русскоязычная, да, революция, ну, так эти все факты, они как бы такие, ну, для литовца они очень жестко выглядят, да, это очень, ну, нелогично с нашей точки зрения, да, ну, как ты можешь быть патриотом Белоруссии, воевать против России, если ты говоришь на русском, например, да, или, ну, какой ты революционер, если ты снимаешь ботинки, и слезаешь на скамейку, да, это вот в сравнении даже с украинцами, да, очень видно, или с нашими вот этими революциями, которые вот литовские были в начале 20 века, или там 90-е, это очень отличается, вот, и, ну, вот была Донежда, потом все рухнуло, особенно вот, когда война с Украиной. — Послушайте, а где мы, я имею в виду белорусов, как вам кажется, всегда интересно, мы и с украинцами разговариваем, и с поляками разговариваем, и с россиянами разговариваем, где мы свернули не туда, потому что вот вы говорили, что белорусы-литовцы жили в одном пространстве, все было общим, единственное различие — это язык, да, все было общим, кроме языка. Такой культ языка, которого я сейчас вас цитирую, такой культ языка, которого вообще нигде в Европе нет, в Литве. А в Беларуси, наоборот, полное игнорирование своего языка. Где мы свернули не туда? Почему это с нами произошло? Что помешало нам, как вам кажется? И в чем, и почему литовцы, вот, литовцев-то поменьше, чем белорусов? Просто численно? Почему у вас так, а у нас так? Где сломалось? — Да, я думаю, все пробуют ответить на этот вопрос уже много времени, может, даже весь 20-й век, да, когда вот повернули в разные стороны, и зачем, почему... Ну, очевидно, что решающим моментом был конец Первой мировой войны, да, когда мы создали свое государство, белорусам не удалось. Ну, и потом белорусы попали в эту всю советскую машину, там уничтожалась элита много же раз, там эти чистки были, сталинские и все другие, там, и вся эта вот индустриализация белорусы, тоже советы, но они переделали эту бедную белорусу очень сильно, да, ну, плохо это... — То есть это ключевое, ключевое это советское вот это... — Ну, да, я думаю, в межвоенном периоде, вот, когда мы создали свое государство, мы очень быстро создали новую элиту, сознательно, очень быстро создавали, и потом большая часть этой элиты же эмигрировала в Соединенные Штаты сразу на конце Второй мировой войны, чтобы не попасть в Советскую Россию, да, потом они вернулись вот на конце 80-х, в начале 90-х, они очень помогли нам, в 90-е особенно, да, чтобы выйти из Совка. Даже вот наш президент Адам Куз, да, был, он из Америки уже приехал, и вся эта либеральная традиция и все такое, это вот ориентация на Запад такая очень-очень серьезная, вот, а у вас того не было, и вот от какого момента у вас этого не было, вот, скорее всего, именно от межвоенного, да. — А стрелы, когда геноцид был, натуральный геноцид был? — Ну, да, да, там, 20-е годы, 30-е годы, там, после Второй мировой войны, там, все это же резали, резали, как, не ли они, переделали такой совок, сделали полный такой, стопроцентный, даже больше, чем в самой России или, там, в других регионах, вот, то есть, ну, вот так вот. — Да, ну, понятно, то есть, я мысль понял, да. Вы называете белорусов гудами? — Ну, да, ну, не я это, это у нас, даже официально в литовском языке сейчас есть два названия для Белоруссии, это Болторуссия и Гудья. Еще 20 лет, по-моему, назад было, наоборот, было первое название Гудья, второе Болторуссия. — А расскажите подробнее нашим зрителям об этой Гудии, что это такое? — Ну, это старое название для белорусов, для Белоруссии. Вот у нас была первая, первая слова литовского языка в 17 веке, и там, вот, для белорусов было именно это слово Гуды, Гудия, да, только слово Болторуссия, ну, Белорусс, такого уже не было в литовском языке никогда. И в межвоенном периоде тоже, если вот брать эти литовские карты межвоенного периода, то там тоже будет, вот, на этой части, где Белоруссия, написано Гудия будет. И вообще, по-моему, Болторуссия, такого слова не было. Слово Болторуссия, Белоруссия, так оно пришло только после Второй мировой войны, это советы нам внушили, но это и часть была этой вот программы русификации, да, уничтожения белорусской культуры, белорусской идентичности, всего, вот это вот слово Белоруссия. Ну да, да. Как-то обидно, но была я, и я, поэтому я один из этих, я не единственный, есть больше людей, которые в Литве, ну, говорят, что надо возвратить это вот название Гудия. Гуды звучит неплохо. Звучит неплохо. А что это такое, это что-то означает или это просто Гуды? Это очень много, очень много значения, такое очень старое слово, и есть и негативные, и позитивные, и все такое, но это старое, такое серьезное, такое слово для наших этих вот восточных соседов. Да, с одной стороны, это вот негативное, что это Гуды, такой темный какой-то в лесу сидит, да, вот такой, какой-то, такой, ну, как такой шрек, да, только, может, по, 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 более такой, ну, как бы, негативный, да, страшный, вот. Но, с другой стороны, есть и Гудость, и Гудяство, такой, который смельчак, такой, который больше умеет, чем ты, такой, ну, умеющий делать свое дело, тоже вот другая, да, перспектива. То есть много очень, очень значений, но, но это вот то, что, как мы вас называли до того, как пришли советы. Ну, интересно, это, а один, получается, Гуд, я Гуд, стал быть, так? Гудость, Гудость. Гудость, Гудость. У нас же Ас всегда добавляется. Да, литовские языки, честное слово, для меня так тяжело это все. Знаю только Ачу, и все. Ну, хватит, ну, а че сейчас? А, могу до стада считать по-литовски. Легко, потому что смотрел чемпионат мира по футболу в 98-м году по литовскому телевидению. Так уж получилось в прямых трансляциях. Ну, хорошо, хорошо. Ну, вот, смотрите, как интересно, вот с вами, как здорово вообще, что вы пришли к нам сегодня, потому что, опять же, со стороны кажется, что, ну, вот, поехали белорусы по всему миру, да, угнетаемые режимом Лукашенко, и весь мир для них открыт, потому что, ну, весь мир западный понимает наши проблемы и как-то так снисходителен к нам и сочувствует. А тут вдруг выясняется, что чем больше уезжают белорусов, тем больше литовцы переживают за то, что сейчас они тут, понимаешь, займут почту, телефон и телеграф, да, это, это, это совершенно удивительно. Я бы, знаете, как еще вопрос задал, вот не так давно про Украину рассуждали, есть такой товарищ Арестович, слышали вы наверняка такого? Да, 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 да. Вот он, рассуждая про, про политику Украины сегодняшней, ну, это было, правда, несколько месяцев назад, он говорил, что украинцы очень сильно заблуждаются, когда не пускают, например, не пускали россиян, убегающих от режима, потому что это лучшая часть России, это профессионалы, это там, да, люди с высшим образованием, профессионалы своего дела, которые могли бы влиться в экономику Украины и ее поднимать. Вот поляки, например, сегодня, сейчас я перевожу уже на нашу ситуацию, поляки сегодня радостно рукоплещут, когда белорусы, они говорят, давайте, да, давай, давай, Лукашенко страшный, ого, ого, давайте к нам, к нам, к нам. И белорусы едут, врачи, ученые едут, да, учителя, айтишники, все в Польшу, и тут, пожалуйста, и налоговые льготы там какие-то, и пятые, и десятые. То есть, таким образом поляки встраивают нас в свою экономику. Почему литовцы этого не понимают? Ведь Литва не такая большая страна, она не такая богатая, это не Германия, скажем, даже не Польша. То есть, неужели этот страх стержневой, он страшнее перед тем, что называется, ну, улучшить жизнь? Тем более, сколько литовцев уехало? Да-да, ну, тут два момента, я думаю. Да, два такие момента есть. Во-первых, то, конечно, процентально в Польшу белорусов приехало намного меньше, чем в Литву. Ну, чисто процентально, да, может, их там больше приехало. Да-да-да, процентально. У нас в Литве 60 тысяч, да, считают, белорусов приехало, это очень много, да, процентально много. Но тут связано еще с этой проблемой, вот первый, еще один такой момент, что поляки-то как на белорусов и на украинцев смотрят? Это даже те же самые славянские страны, которых очень легко ассимилировать, да? Белорусы и украинцы очень быстро начинают говорить по-польскому. И они как бы, их, она интегрируется намного легче. В Литве, ну, что, они ничего, они просто ходят еще, да еще в плюс. Вместо того, чтобы они говорили на украинском и на белорусском, хотя бы, ну, это бы не выглядало так страшно для литовцев. Они еще по-русски говорят все, и публично, и с литовцами повсюду. Это вот русского языка очень много, да, и, то есть, это уже негатив. И еще они не могут интегрироваться в литовское общество, потому что не умеют по-литовски, да, и без шансов им научиться на литовском, понимаете? Почему? Один мой друг получился, знакомый, хороший, сдал экзамен. Да, вот один друг, да, вот этот, вот один друг, конечно, его мы интегрируем с радостью, но еще остается там 59 тысяч 90-99, которых, ну, непонятно, что делать, да, с ними. Вот, так это вот один момент. Второй момент. Посчитали сейчас тоже, вот у нас очень много об этом говорится в последнее время, что, что большинство этих вот, которые приезжают из Беларуси, да, этих вот мигрантов, они просто, ну, как это, черно-рабочие, да, это не высшая квалификация. Ну, там, там, это высшая квалификация, этих специалистов, их не так много, оказывается, потому что черно-рабочие, но еще вот этот скандал, что среди них есть очень много этих, как это, шпегов, да, этих агентов, кГБистов, там, все такое. Ну, и вот сейчас по этому идут дискуссии, как это все остановить, да. Но, ну, вот бизнес, бизнес говорит, что не надо останавливать, да, потому что это культурно, ментально похоже на нас люди, и они близко живут, они как-то легко им доехать, и черно-рабочие нам нужны, там, все такое. Но, вот, есть там, вот, которые говорят, что не, не, все-таки, вот, КГБ, это, вот, беспека, это, вот, нам важнее, то, вот, приедут, займут Вильнюс, ну, все, что мы будем делать без Вильнюса. Я-то в Каунасе, мне этот Вильнюс был, не был, но, вот, все-таки. Был, не был, да, это хорошо, это мы учтем. Хорошо. Ну, все-таки, если резюмировать наш с вами разговор, русские нас называют сегодня братьями, Лукашенко, Путин, да, вот, братья, 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 а общий нарратив, если взять такое, общее поветрие в Литве, белорусы скорее братья или скорее враги? Очень сложно ответить, но мы их, ну, не называем братьями, у нас братья есть латыши, вот, маленькие где-то там на севере, вот, они точно наши братья. Ну, еще мы их конскими головами называем, но это как бы по-братскому так вот, вот, но эти вот белорусы, ну, еще дотянуть как-то до братьев можно, поляков как-то вот так вот можно еще, потому что уния была, там все такое, общая история там, но белорусов, особенно в сегодняшней этой вот конъюнктуре, ну, сложно. В двадцатом году еще вот можно было во время революции, вот, но сейчас уже, думаю, мало кто так скажет. Получается, что все упирается в здравомыслие, вот вы говорите, в двадцатом еще можно было, то есть, грубо говоря, если завтра, вот там, я не знаю, дыхание Чейна Стокса вдруг будет зафиксировано у Александра Григорьевича, и что-то такое случится с ним на полу в резиденции неприятное, и вдруг все пойдет, потому что в Беларуси на самом деле большинство абсолютно просто просыпаясь утром первым делом смотрит, ну, если главная новость, да, нет, дальше живем как-то хорошо, а если будет эта новость, то неизвестно. То есть, грубо говоря, если завтра наступает, совсем условно, там, счастливая Беларусь будущего, как мы это называем, да, то есть без Лукашенко, с нормальным правительством и все остальное, со здравым смыслом во главе угла, а не с диктатурой, то и с литовцами потеплеет. Да, я думаю, да, если у вас не будет этих очень, ну, вот на погоню, на, что будет с этой погоней, что будет с Великим Княжеством Литовским, что будет, вот если это вот решить, Нет, если беларусы будут рационально эти вот проблемы решать с литовцами, тогда все будет в порядке, вот, потому что литовцы очень чувствительны к этим делам, вот, к этим символам, да. А что значит рационально решить? Ну, вот у нас символ погоня, да, а что значит рационально решить, на ваш взгляд? Как это? Ну, литовцы не хотят, чтобы этого, я не знаю, чего, как они, как, что литовцы будут предлагать или как на это, как на это вообще смотреть, как, что с литовцами, нам самим литовцам делать, чтобы они вот признали, что это вот беларусов должна быть эта погоня, я не знаю, но это вот понятно, что литовцам это не нравится, как-то надо это вот решить, да. Просто до 94-го года у нас был, до 95-го у нас был герб погони, я не помню, чтобы Литва слишком возмущалась, ну, нормально. Существовали, прекрасно. Возмущалась, вот, не читали ничего, не видели, и поэтому не знаю, это не нравилось никогда литовцам. Да, возмущались? Да, да, это не нравилось, да. Да, 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 конечно. Были же дискуссии, там, большие тексты были, да, поэтому много довольно написано есть. Потом Лукашенко же пришел, и он освободил от этой дискуссии всех. Ну, да, Лукашенко решил вопрос. Совок, а потом он поменял свое, вот, самое плохое, что в 2005 году, где-то около этого года, он поменял, вот, свое видение истории, и начал, там, отстраивать Несвеж, там, и все такое, там, и возврат этого ВКЛа, вот. Вот, и снова литовцы, вот, как бы, сколошились, как, что-то тут вот плохо происходит. И вот. Ну, что вниз уже нету Литвы совсем, не упоминается совсем нигде, никакой Литвы нет. Да, вот, забирает это, вот, великое княжество, это 17-18 годы, даже не написали, что там Литва где-то была и есть, или что-то такое, что она экзистирует. Вот, конечно, не нравится. Вот, как-то эти вот дела, надо, вот, эти вопросы решать, да. Ну, конечно, самое главное, чтобы Беларусь была независимой, свободной, демократической, либеральной, чтобы не было у нас в границе, и все такое. Да, самое первое, самое важное, чтобы эта Россия была как можно дальше, вот. А другие там вопросы, думаю, второстепенные, но их тоже надо решать, чтобы нормально вот тут жили вместе. Ну, ничего, вроде так. Ну, конечно, ай, и еще надо эту атомную электростанцию вам снести, а без этого тоже, думаю, там ничего не будет. Вы знаете, я всей душой, вот ей-богу. Я после сегодняшнего разговора думаю, что мы договоримся, как-то мы найдем общий язык. Ну, я это запишу сейчас, чтобы не забыть, чтобы вы согласны. Потому что, в конце концов, это и в ваших интересах. Если там будет продолжаться лукашизм, то рано или поздно. Вот, польский, значит, я вам сейчас просто, чтобы вас отпустить в хорошем настроении, сейчас, секундочку. Яцек Севера такой, он глава бюро национальной безопасности Польши. Три года, говорит, есть у НАТО, чтобы подготовиться к войне с Россией. Вот. Ну, поэтому, а Беларусь стратегически очень ловко расположена, очень ловко. Поэтому это и в ваших интересах тоже, чтобы мы развивали нормальный диалог с нормальными людьми, а не с Лукашенко. Спасибо вам огромное, Рустис. Спасибо. Каунусу привет. Приходите еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова